Постановлением правительства автономного округа утверждены дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. На эту тему, а также в целом о содержании безнадзорных животных в Урае, поговорим сегодня с начальником Кандинского отдела государственного надзора ветеринарной службы Югры Марии Ревенко. Здравствуйте, Мария Рудольфовна. Скажите, в чем заключаются новые требования и какова ответственность за их нарушения? Во-первых, правила выгула собак уже утверждены были. Впервые у нас вводится региональным постановлением административная ответственность для граждан. Ответственность предусмотрена от 500 рублей до 5000. Что такое самовыгул собак? Это когда собака без владельца находится в утвержденных местах, которые прописаны данным постановлением. Собаку нельзя содержать в многоквартирных домах, на площадках придомовых. Все эти места в этом постановлении прописаны. Скажите, а какие службы будут контролировать и выявлять подобные нарушения? По самовыгульным собакам работаем в этом направлении как администрации, так и ветеринарная служба. У нас есть рейдовые мероприятия по мониторингу, учету численности безнадзорных животных. И, конечно, мы работаем в первую очередь по обращениям. Обращения граждан мы рассматриваем как в письменном виде, которые поступают к нам, так и электронные обращения. Все в порядке федерального закона об рассмотрении обращения граждан. Мария Рудольфовна, Вы знаете, что в Урае есть центр временного содержания безнадзорных животных под названием 101 дворянин. Сегодня в нем насчитывается порядка 140 собак. Как лично Вы оцениваете работу неравнодушных людей в этом направлении? Очень была порадована тем, что жители города, особенно подрастающее поколение, с которого мы сейчас начинаем информационную работу проводить, они знают. Они знают о том, что 101 дворянин, что есть такой центр. То, что занимаются люди, это люди самоотверженные в этом центре. Они посвятили, мне кажется, это уже хобби давно переросло в их образ жизни. И без этого они себя не видят. Мы, наверное, как и все жители этого города, без них не сможем так же, потому что у нас они здесь в таком роде единственные. И то, что они делают, их действия, их мероприятия все в сфере обращения с животными, они давно перешли уже в волонтерские начала. И хочется пожелать сотрудникам центра, их руководителю Анастасии Викторовне, идти вперед, принимать участие в различных программах. Сейчас очень много есть для этого возможностей, чтобы им была все-таки финансовая помощь, чтобы они вышли на статус приюта, официальный статус. И расширялись по своим мероприятиям. Не обязательно тут понимать как места. То есть мест для собак у них достаточно сейчас. И это расширение, оно в принципе нет необходимости в нем и не будет необходимости, когда граждане перестанут, вот многие, как сказать, нерадивые владельцы перестанут так вести себя. Особенно после дачного сезона садово-огородническое направление развито очень хорошо, потому что Урай – это южный город нашего округа. И здесь, когда дети идут в школу, когда 1 сентября, чтобы не пополнять эту армию бездомных животных, а ответственно обращаться с животными. То есть, конечно, работа в этом направлении будет начата, так как и опросы все жители показали, что все-таки именно административное наказание и практика показывает, что это все-таки пресекает вот такие вот действия граждан по самовыгулу, по выпуску, как бы на произвол судьбы своих питомцев. Скажите, лично вам удалось побывать в центре и посмотреть, в каких условиях сегодня живут бездомные четвероногие? Конечно, да, в центре я была. Я посмотрела, насколько центр привлекает к себе и граждан-волонтеров, и занимаются такой, скажем так, политикой, как доведение информационной политики. То есть, они стараются с гражданами проводить работу. У нас очень острый вопрос с прикормом животных, животные эти без владельца, а их прикармливают в общественных местах, тем самым создавая социальную напряженность. И многие люди не отдают себе отчет, что вот этот прикорм, он, это не благо, как они считают, это не добро, которое они несут, а это порождает потом очень негативные последствия. Спасибо, Мария Рудольфовна. А я напоминаю, что о содержании безнадзорных животных в Урае мы говорили с начальником Кандинского отдела государственного надзора ветеринарной службы Югры Марии Ревенко.